О, теперь он снимает. Подписывайтесь на канал НашНадзор, ставьте лайки и комментируйте все, что думаете о этих элементах в пиджаках и о нарушителях правил дорожного движения. Я в Росгвардии без масок. Так, нам бы, знаете, что у нас сделать? А, мы за девушкой, да, точно. Лаки правильно стоят, да? Молодцы. В прокуратуре, если бы еще не соблюдали, было бы вообще на беспредел. Девушка, кстати, ходит, пересекает правильную часть в неположенном месте. Небезопасно. Как считаете, небезопасно это? Охрана, как считает? Я не сотрудничаю. А, вот так, да? Все понятно. Там вторым рядом пока, да. Да почему? Сейчас прокурор даст, оденем. В 15-е постановление правительства выполнено. Для начала. А потом, конечно, оденем. Какие проблемы? Мы же не отказываемся. Какой-то блогер еще, кто-то поверит. Да, это элемент в пиджаке. Так, без 15-12. А кого называете элементом? Можно, Господи, представьте. Элемент? Да, всяких элементов разных. Которые полицейским делают указания. А я обращаюсь к кому? Ну, и вас, допустим. Элемент, да. А почему вы считаете... А вы указания раздавали... Почему вы считаете, что вы имеете право обращаться к человеку... А, во-первых, вы не представились. С проименованием элемент. Смотрите, вы не представились. Я просил, кто вы. Вы... Если есть другие выражения. Граждане. Не, ну, подожди. Ну, элемент тоже не запрещено. Что значит элемент? Ну, вы не представились. Вы для меня элемент. Я для вас не знаю. Да. Ну, вы представьтесь, пожалуйста. Я не знаю, кто вы. Вы представьтесь, тогда будем уже разговаривать с вами как с гражданином. А пока просто какой-то человек, который показывал на знак, говорил, что он действует за знаком, вот эта стрелка, говорил, что... Не снимайтесь, я вам ничего не показываю. Ничего? А, второй показывал. Ну, вы раздавали указания полицейским зачем-то. Я не знаю, не знаю. Да? Ну, ладно. У нас все на камере есть. А полицейским разве могут раздавать указания обычные граждане? Не могут. Вы можете представиться, кто вы? Или стесняетесь? Если вы будете обращаться... Буду. Как положено. Так я и обращаюсь. Я же не знаю, кто вы. Я не мент, вот и... Ну, кто вы? Можете представить, вы же обязаны. Я вам не обязан, ничего не обязан. Не обязан? Государственный сотрудник не обязан представляться, да? А я с вас ничего не спрашиваю. И у вас ничего не требуется. Непонятно, что ты... Так, здесь вот ходят люди разные. Разные. Ну, хорошо, хоть люди, где или нет. Поприветствовал кого-то. Так, нам нужно... Все, девушку отпустили, да? Нам нужно, значит, пройти, во-первых, обращение подать, а во-вторых... Проход не проходит никто. Обращение подать? Сейчас проводит дежурный. А, выходит сюда сейчас. Конечно. Все. Обращение подать и на прием прокурора записаться. Мы это вам уже объясним, потому что не было научно делать. Все, понятно. Вас с собой? Ну, вам... Вы с какой целью интересуетесь? Не я. А, ну... Преподача. Ну, пусть он сам попросит, тогда поговорим с ним сами. А то уже много чего наговорили, наделали вместе с элементами разными. Чего же не обратились-то по этому, надо было обратиться, элемент по оскорблению или как там, по нападению там еще. Потому что смешно себя ведете. Вы выдумали нападение, вы выдумали там всякие другие вещи разные. Да, вы выдумали вообще. Давайте привлечем, а, ну все, вызываем. А так только ведут себя кто? Не понятно. Оборотни в погонах так только ведут. Как я считаю. Когда люди ничего не нарушают, они пытаются привлечь за что-то. Поэтому элемент очень просто. Для меня такие люди нарушители и элементы, которые выдумывают нарушения других людей и фальсифицируют их. Вот, вам доступным путем я объяснил, кто такие элементы. Чтоб знали. Я думаю, что зайдет. Кто? Объяснение. Объяснение, да, не знаю. Потом посмотрят на себя, в полу-России, когда посмотрят, там... Комментарии напишут. Да, может потом зайдет. Дойдет. Это тоже короны какие-то. Да они полицейским указания раздавали. Они говорили, давайте на них что-нибудь составим. Сейчас Росгвардию вызовем. Зачем ты сказал, что проезд перекрыли? Слышишь? Он же вызывал Росгвардию. Потому что они к нему подходили. Не они-то. Слушай, они к нему подходили, он вызывал. Они к нему подошли, он их отвел. Росгвардия выходит и говорит, а где ваша машина? Почему вы проезд перекрыли? А он им, наверное, сообщил, скорее всего. Потому что зачем вопрос такой у Росгвардии возник? Ну да, мы будем потом заявление обращать, чтобы привлекли его за заведомо ложный вызов спецслужб. Сказал, что мы машины перекрыли выезд дежурной части. Представляете, что это вообще просто удивительно? Удивительные граждане пошли. Так, а вы пригласили кого-то, да? Кто-то выйдет? А, уже все, да? Все, ждем. То есть сейчас по видеоконференции вообще из дома, да? Это не как-то вопрос. Нет, прием вы говорили, ведется или как? Мало ли я что вам скажу. Я еще вам могу сказать, но я не полномочен. Вы что, балабол что ли? Да, по-вашему, да. Все, тогда ладно. Вопросов нет? Нет. Слава Богу. Если вы просто так не держите, значит, ответ за свои слова, то да. Вопросов к вам нет. Нет. Сам признался, человек, ну что? Государство сотрудников. Представляешь, одни выдумывают нападения, другие балаболят. Третьи элементы какие-то снимают непонятные. Указывает Росгвардии всем на свете, что делать. И полицейским. Так, сразу в кадр. И видите, как у вас тут сегодня весело. Сегодня столько будет. Красоты в кадр попадет. Да вот, вон камера, что вы снимаете. Смотрите, камера вот там стоит. Потом с нее снимите съемку. Вы же охрана. Федеральная служба охрана. Все, потерял, Дарья Юрьевич. Снимает. Потом будете смотреть, показы всем своим друзьям. Прокурорам, наверное, да? Всем будете показы с этими. С фельдъекерами будете вместе смотреть, что, как мы, какой мы ерундой занимались. Все, пост. Бросайте. Да. Сейчас мы перепрыгнем и побежим. Начинайте. Все, не забывался. А то это вызовет Росгвардии потом. Не буду, не буду. Не, не буду. Давай, вот этого сейчас пока ждем, да? Пока попросим. Так. Пошел охрана. Вот правильно, вот это правильная функция. Да, давайте еще не оставлю, да? Здравствуйте. Никогда не ставьте больше здесь, пожалуйста, автомобиль. Знаки. Все, уезжает. Так, сейчас еще раз вызову ДПС. Ничего не сделали, эвакуаторы не приехали. Ну, Маслов опять приезжал, говорит. Сейчас привлечем всех к ответственности. Все будет нормально. И никого не привлек. Вот такие дела. Так, ну что тут? Все, перестал снимать? Память закончила, что ли, или что? Еще доставайте. О, он как я захожу, смотри. Сразу снимает. Тебя не хочет. Нет, ну я только выручил. А, вот так, да? Я понял. А я что, потеряйся? Как-то? Дискриминация, Сань. Да. Кто кого переснимает? Двое против одного. Чистое нападение, я считаю. Я считаю, чистое нападение сейчас происходит. Надо розуарди возить. Розуарди, без масочки. И тадите тоже. На полтора метра, да? Все. Вот так, четко. Что-то долго выходит прокурор, как-то не уважает, наверное, граждан, или что? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, да вот, вызывали инспекторов ДПС по адресу Переулок Красноармейский, 12-Б. Приехали, они уехали куда-то. Хотим повторную заявку оставить, будьте добры, вот. Вот, примите, пожалуйста. Что-что? Да, подошли и уехали, да, тут одного привлекли к ответственности, нарушители уехали. А по поводу чего сейчас вы будете вызывать? Да то же самое, повторный вот вызов хотим, чтобы повторный. Ну, вы хотите сказать, что сотрудники ГИБДД ничего не предприняли, правильно? Да, бездействие, да. Да, ну мы жалобу, возможно, оставим в ГУВД, возможно, нет, сейчас подумаем. Ну, хорошо, я тогда передам повторную. Да, ну, повторный вызов просто, чтобы приехали повторную тут, навели порядок. Я вас поняла, хорошо. И, спасибо. До свидания. До свидания. Руководство сейчас выйдет. А, выйдет, да? Ну, долго что-то выходит. Ну, не руководство. А, руководство? Да. Серьезно. Руководство это серьезно. Зачем нам руководство, не понятно. Там он сделал... А, дежурного вызвали, все, понял. Так, машина отъезжает. Сделал замечание охранник. Замечание сделает, по камерам видит, наверное. Вот, строго камерам, замечание сделает, да? Ну, вы сами видите какие-то. Да он выходит уже не первый раз, куда-то, да. Так и надо, да, делаем. Так, ладно. Дежурного касса... Я разговаривал, не слышал, я понял. Вызвали к руководству, поэтому не выходит. А он всегда, когда мы приходим, только вот к руководству вызывает ДТП в городе. А вы тогда не были, когда мы сюда заносили вашу фиговину, он там стоял, хлам, он там. Прокуратуру. Ну, это давно было, правда. Потом не выставляешь же уже ничего. А раньше ставили. Вон там стояло. В проедении. Вон там. Вот он. Вот сюда занес, поставил. Треновый, не, сейчас чисто все. Видишь, какой я... Да все тут четко. О, видишь, уже смотри, сколько мы вот ждем. Уже полчаса ждем примерно. А никто не выходит. Интерес, так все граждане принимают в прокуратуре. Только эти, правда. Или специально, да, сделали акцент. Ему сказали, подольше не выходи, чтобы подольше тут с камерами поснимали. А где второй ваш друг-то? Друга-то пригласите, он вообще... Вообще молодец. Вот этот друг, который в пиджаке выходил в синим. Он до речи потерял, смотри, снимает, чтобы... Съемка была красивой. Надо верить. Дежурный прокурор. Дежурный прокурор. Наверное, пришел. Пришла, точнее. А вот это кто, не подскажете? Он в охране работает, да, господин? Представитель, работа, предстоятель. Здравствуйте. Здравствуйте. Дежурный прокурор Александра Викторовна. Как еще раз? Александрова Вера Викторовна. Спасибо. Пожалуйста, ваш паспорт и обращение. Сейчас. А вот это кто вот сзади, не подскажете? Вы, не буду спрашивать. А можно как-то, чтобы персональные данные будут передавать, что вот этот господин как-то их не фиксировал и... Он не будет, я же к вам обратиться. А он телефончик увеличивает и фиксирует. Почему? Вы считаете, что он может здесь... Потому что прием же, он ведется как-то в кабинете в каком-то, а вы в коридоре. Я думаю, что вы не нарушаете. Если сам эта обстановка, мы принимаем здесь. Ваши права как-то не нарушены. Может, тогда обеспечить неразглашение персональных данных, пожалуйста, вот этот господин, он там с телефоном снимает. Мы их неразглашаем. Давайте ваш паспорт... А вот это кто, можете подсказать, работник вам? Вы ко мне не приедете? Да, да, вот к вам, к вам, к вам. Давайте со мной будем беседовать. Вот с вами беседовать. Можете подсказать, кто это по должности? Он не представляется. А можете представиться, кто вы по должности? Я у вас что-то спрашиваю. Вы ко мне на прием пришли? Что-то непонятно говорит. Я вас прошу о чем-то. Прошу вас принести документ. Непонятно, что говорит, да? Какой цель? Вы государственный сотрудник, нет? Че, тяжело представиться или че? А при президенте вы так выпендривались, как вот сейчас? Давайте вы со мной разберемся. При президенте Российской Федерации так же вы пендривались? Я вам обязан представляться, если я от вас что-то требую, я спрашиваю. Вы можете требовать? Да, имею в правду, если это входит в мои полномочия. Если есть полномочия, тогда представляем, что вы есть. Паспорт, пожалуйста. Ну, а если нет паспорта, что прием, что ли, нельзя, что ли, вести? Прием при наличии паспорта. Это инструкция есть, да? Динай, документ, удостоверяющий личный. А вот, я предоставил. Ну, у нас документ, удостоверяющий личный, является паспорт гражданина российского. Ну, покажу тогда, просто. А вы что будете переписывать, там, данные какие-то? Фамилии, ну, вы же будете обращение покупать, я буду переписывать фамилию, имя, отчество, адрес регистрации. А если я не хочу, чтобы адрес регистрации переписывали, если у меня есть он в обращении? Вы можете назвать адрес почтовой корреспонденции. А, вот так. А если хочу, чтобы по электронке ответили? С личного приема, только по почте. Ну, ладно, переписывайся тогда, все. Не важно, я понял. Спасибо, что разъяснили, просто чтобы знал. Так, сейчас найду паспорт. А на прием к прокурору Воронежской области тоже у вас записывается? Да. Потому что мне зам отвечал уже. Сейчас прокурор Воронежской области у нас на больничном в связи с ковидом. Ну, исполнительная, исполняющая обязанность. Что, заболел ковидом, да? Да. Располняющая обязанность есть? Есть. Ну, все. Это главное. Вон, гражданин, просто фиксируйте, смотрите, паспорт. Как раз камера на него направлена. Это она на него не направлена. А то сама прокуратура-то... 13.11 раньше занималась персональной данностью, сейчас Роскомнадзор. Не беспокойтесь, оттуда не видится. Да, я беспокоюсь, потому что вы не представляете свой непонятный для меня элемент какой-то, без формы даже. Непонятный человек. Да, я вам не обращаюсь как должностное лицо, и... Я вообще не знаю, кто вы, понимаете? У меня человек какой-то там сидит, вернее, стоит и что-то не цель. Да. Что будете? Вот обращение имеется. Два. Все. Начнем с простого. Какая вы будете суть записывать, да? Я сначала подпишу его. Моя копия. Вы же отпишетесь, да? Это одно. А как сейчас происходит прием? По видеосвязи, нет? Подскажите. Может, приходится. Балабол чистый. Я вам сказал. Правильно. Боже сказал, что балабол. Обращаем. Мы можем запустить. В адрес чистого балабола, который сам поднялся. Вы же занимаетесь, а в комплектах не надо. Вот уже сказали. Да он сам сказал. Вы еще. Я только подтверждаю, что человек сказал сам. Я спросил, вы балабол? Он говорит, да. Какое самое, блин? Он перед этим мне говорил, знаете что, что по видеоконференции только сейчас принимает. Из дома причем. Я сижу дома, когда прокурор принимает по видеоконференции. Представляете? Да. А как это вот это позволяет? Товарищ прокурор, можете защитить мои права? Подсказать охранникам, элементам из Росгвардии сказать, чтобы они не нарушали мои права больше. Можете подсказать? Товарищ прокурор, они сейчас ввели меня в заблуждение. Сказали, что по видеоконференции проводится. На улице задавайте вопрос. Вам на улице еще много... Да нет, я сюда зашел, это же не уйдет. Я вам еще раз говорю. А, то есть, я понял. То есть, мне надо... Вы выходите на улицу и спрашиваете всех входящих и выходящих. Все понятно. И вам все расскажут. Вы ее прокурору, вам все объяснят. Да я понял. То есть, всерьез воспринимать слова сотрудников государственных нельзя, как здесь себя. В поле вы записываете, вам было сказано, что я не полномочен вам объяснять, не имею форму. Давайте, там у вас, пожалуйста. Да, пожалуйста. То, что уже было бы вам отзывается, то потом... Ну, это вообще серьезное отзывание. Да, конечно. Потом, приличный по 561, как раз прокурору можно написать. Только надо сначала экспертизу сделать. А, сейчас, конечно, я же смотрю. Я же не могу сразу. Мы вас ждали. Спорю. Так, это вот с приложением. Смотрите. Приложение здесь. Пожалуйста. Тут о личном приеме и... Продолжение следует... То есть, заместитель ответа есть уже, да? Скажите, пожалуйста. То можно обращаться уже на личный прием, да, прокурор? Ну, все. Все правильно. То есть, правильно, да, порядок соблюден? Отлично. То есть, обязан принять в данном случае, да? Он всех принимает. А. Понятно. Ну, не всегда же. Выборочно, наверное, происходит. Нет? Вот так. А как фамилия? Кто будет принимать сейчас? Подскажете? Исполняет обязанности Немкин Юрий Александрович. А. Понятно. Это когда примерно состоится, так ориентироваться на какую? На следующей неделе. Отлично. Отлично. Вы свой контактный телефон оставьте на нашем эземпляре, чтобы вас пригласить на прием. Угу. Хорошо. Сейчас оставлю. У вас ручка есть? Вот, решу. Здрасте. Здрасте. Часковый полномоченный. А. Старший лейтенант полиции Сио Александрович. А вы кто? Они что, всегда участковых приглашают? Мы ДПС, они... Сище Александрович. А ваша помощь? Участковый... Сейчас, секундочку, я на приеме просто. Так, да, все, приняли, да? Это 20 или 10? 20. Так, обращение приняли, да? Да. Я просто все записала. На личный прием будет записан, да, соответственно? Ну, вы заявление написали, я не слышу, что вы говорите. Все, спасибо, да. До свидания. До свидания. Так, что такое полицейский? Решите, пожалуйста, пройди. Да. Что такое происходит? Что происходит? Девушка, подкажите, пожалуйста. Какой вопрос? Вопрос, удостоверить вашу личность хочу. А основание? Можно? С основания того, что... Так. Представьте, пожалуйста, я представился. Не слышал. Старший лейтенант полиции Сесио Александрович. Хотел бы... Сесио? Сесио Александрович. Сесио? Сесио? Да. А, так, нагрудный значок. Нагрудный значок, можно я фиксирую нагрудный значок? Вы закрыли папкой. Алло. Что-то непонятно. 0032... Что такое? Крутится. Внутрь уже зашел, тут я снимаю по сектору. Да, да, все хорошо. Да, конечно. Да, пожалуйста, если бы это не просто. Хорошо, я передам паспорт ваш. Давайте паспорт. Хорошо, сейчас. Да, да, да. Сейчас. Так вот, ребята, пришел полицейский участок. Так, какой вопрос у вас-то? Я так и не понял. Вопрос вы, что здесь вы... А, я на личный прием. Вы сообщение делаете? По поводу чего? Вы кто вообще? Вы кто? Я старший лейтенант полиции. А зачем ко мне подошли? А зачем ко мне подошли? Потому что сообщение здесь было. А, какое сообщение? Сообщение, что здесь. Сейчас посмотрю. Вы даже не знаете, какое сообщение. А ко мне подходите. А зачем ко мне-то? Вот человек тоже стоит. Вот человек, вот. Зачем ко мне-то подошли? Я не могу понять. Я на личный прием был у прокурора. Вы ко мне подходите и говорите. Вы кто? Документы. Давайте ко всем подойдем, людям. Что за сообщение? Просто не пойму ничего. Даже не говорите. Может, я оставляю. Каждому гражданину подходите документы. Да. Подошел первым. Да, ну в случае как. Да я здесь внутри зашел. Какое сообщение-то? Можешь сказать? Не пойму ничего. Вот я думаю. Что-то непонятно, да? Что-то непонятно. Без моста. Трэш какой-то. Какое сообщение-то было? Не подскажете? Можете. Трэш какой-то. Есть указ губернатора в Оранжевской области. Да. Так, читали? Рекомендательный характер вообще. Ну почему? Там есть некоторые пункты в связи с новыми изменениями. Да? 384 ООН. Так, ну что за сообщение-то? Не подскажешь. Что-то искали, искали и ничего не нашли. В 417-е проявления правительства вы читали. Сообщение-то было какое-нибудь, нет? И что там пишут? Да подожди, Саня. Подожди. Ну давай не забегать вперед. Я ничего не могу понять. Чего полицейский-то пришел? Мы тут по правилам дорожное движение, а он зачем-то к нам подошел и... Какое было обращение? А вы что здесь делаете, Санюк? А, я вот подавал обращение. Прокурор знает, что я делаю. Подали обращение? Подал. Ну, подали сейчас, что почему вы без маски, без маски находите? Потому что прокурор мне никаких замечаний не сделал. Ну я вам делаю замечания, почему без маски? А, мы выходим. Почему без маски? Не предоставили нам маску. Не предоставили? Нет. И прокурор вот принимала, она никаких претензий, да, никаких претензий не имела к нам. Вас принимали без маски? Вот прокурор, вот смотрите, прокурор приняла без маски, да. Никаких претензий к нам не предъявлял Подождите Граждан на расстоянии Менее полутора метра Непонятно какой-то элемент Все, помолчить Значит прокурор Никаких претензий к нам не предъявлял Если бы она предъявила Мы попросили бы маску А не обеспеченный мы бы одели Я на личный прием пришел Понимаете Да я внутри ставил Видеозаписи с камерой можем Не соблюдение социальной дистанции Ну иди на базу Сейчас эти скину Тоже что-то пришло Давай ГАИ можете посодействовать нам вызвать Мы ГАИ уже ждем с утра Товарищ полицейский Ну вы же звонили наверное Пока не приезжал Мы приехали и уехали На ДТП Не знаю У них где-то ДТП Тоже сообщение было О массовых нарушениях И то же самое И ДТП было сообщение Ну ДТП отнялось Сейчас захожу Я вижу Вы стоите без маски Цель вашего обращения Цель Потому что вы стоите И нарушаете масочный Так мы выходим уже Мы выходим Сейчас вы стоите Ну все Я хотел не узнать Я хочу узнать Вы стоите вашу личность Зачем? Основания Основания А кто вы есть вообще? Вы стоите нарушаете Я ничего не нарушаю Я говорю на личный прием пришел Можете понять? Вот подал обращение Все Есть записи Прокурор ничего не сказал Насчет масок Не сделал замечания Если бы она сделала Предоставили Мы бы отделим Государственный сотрудник Обязан Информировать Граждан О том Что существует Масочный режим Существует Постановление Губернатора Не был проинформирован Замечаний Не было никаких И предоставить маску У нас все время Съемка велась Прокурор Съемку Съемку Посмотрим Обязательно Никаких претензий Не предъявлял Съемку Посмотрим Не обеспечили Масками 417 Постановление Так хотел бы все-таки Ваши документы Да Основания Полицейский Мы что-то нарушали Я уже Я уже сказал Что Что снимаем? Зачем снимаем? Я же не про съемку Ничего Пожалуйста Снимайте Я же вам ничего Не говорю Не скрываюсь А что Я хотел бы Достоверить Ваши Основания Потому что Вы стоите Без маски Государственного Учреждения Мы что-то нарушаем? Масочный режим Так нам не представили Не соблюдайте Дистанцию Социально Полтора метра Почему? Где? С кем? Вот сейчас Вы стоите здесь Так вы сами Ко нам подошли Близко Здесь полтора метра Есть Раз Два метра Вы сейчас сами Подходите Не Два метра есть Я померил Сколько Так вы только что Плотнули Подошли Основания Я не пойму ничего Основания С вашей стороны Совершения Административного Проводного С моей Прямо Уже все Вы С вашей С вашей В том числе По 20.6 Рима 1 А если нам не представили Маски? Представили Ну это мы будем Разбираться Должны предоставить Разберем Это фото Конечно Сразу Вот Давайте Подождите Давайте сразу Разберемся Вот у прокурора Спросите Были ли замечания Какие-либо К нам Нет Давай Вот Вот же здесь Вот прокурор На улице Не обязаны Маски носить На улице Обязаны Маски носить Я сейчас буду выяснять Сейчас опрошу На улице Обязаны Маски носить На улице На улице Нет Вопрос А вы сейчас Подожди Я объясняю вам Сейчас мы пришли На прием Прокурору Я сказал Прокурор Ничего не Разъяснил Насчет Масочного режима Нам Не сделала Замечаний Никаких Алло Маски не были Представлены Соответственно Мы не отказывались Ничего одевать Привлекать можно К ответственности Только при соблюдении Со стороны Организации Ну вот это Глаз Алло Если на то пошло Если на то пошло Если вы хотите По закону То всех будем По закону Привлекать К ответственности И в том числе Охранник Который тоже Без маски Находился И я зафиксирую Если хотите По закону Чтобы вообще По полной программе Если будете Сейчас что-то Выдумать Нам Товарищ полицей То и охранников И всех на свете Будем привлекать К ответственности У нас тоже Все зафиксировано Я вам говорю Что не надо Выдумать Прежде всего А кто выдумал Не знаю А кто выдумал Я не выдумываю Я вам говорю Я вам объяснил Ситуацию Как было Не надо на меня Повышать голос Я буду Я буду Я буду разговаривать Так Если что-то я нужно Я с вами нормально Я с вами тоже Снимать Я вас тоже буду снимать Пожалуйста Имейте право Мы так же Ждем тогда Сейчас Внепреть будем Будем разбираться Кто прав Кто виноват Тогда всех будем Привлекать к ответственности Потому что охранник Тоже был без маски А охранник Это уже другое Будем смотреть У меня есть запись Будем разбираться У меня есть все записи И у вас есть Здесь здание Прокуратуры Тоже есть Да конечно Будем разбираться Хотел буду стоять Вашу личность Можно На основании Как ваше Нарушение Дмистративного законодательства В плане Так я говорю К нам претензий Не было Со стороны прокуратуры Сейчас Я Как сотрудник полиции Вам Что? Спрашиваю Можно поставить Как ваше понимание Основание Так я говорю Основание Не понимаю Ничего Какое Нарушение Административного Какое Так я сказал Я же на прием Прокуратов Не соблюдайте Дистанции 417 Постановление Имеется А я соблюдаю Все Дистанцию Соблюдаю Вы что Соблюдаю Дистанцию Вы сами подходите Я стою на месте Полицейский Полицейский 417 Постановление Знаете Полицейский И что Что? Номер Клапа Какой Копий Что-то написано Про дистанцию Конечно Копий Прямо написан Написано В указе Губернатора Воронежской области Составляйте протокол Будем судиться С вами Вы поняли ситуацию Нет Полицейский Будем выяснять Претензий Никто не предъявлял Никто не говорил О нарушении Масочного режима Они обязаны Были сначала Поставить В известность Выполните Пожалуйста Предоставьте Маску Предоставьте Вы обязаны Это сделать Маску Предоставьте Мы оденем Есть маска В прокуратуре Я же не Мы же не отказываемся Мы же говорим Предоставьте 417 Мы пришли Государственную Государственную Организацию Они обязаны Обеспечить И в магазин В любую Полицейский Маску Предоставьте Объезжите Прокуратуру Представить маску Полицейский Вы слышите Зачем Нам вообще маску Слышу Объезжите Прокуратуру Представить маску Выраженную 417 Постановление Выполнено У меня нет Денег на маску Но хочу Правом С вами Воспользоваться Прокуратуру Подать Жалобу Как быть Обязан Предъявлять Я уже подал Да не вы Подожди Я вам представился Полицейский Как мне быть Как мне быть Подать Удостоверение Подать Полицейский Подожди Как мне быть Полицейский Нет денег На маску Но хочется Воспользоваться Своим Правом Подать Обращение Вот я пришел Подать Обращение Я подал Мне маску Не представил Никто И не просил Даже одеть Прокурор Принимал А никаких Претензий Не было И не обеспечили Средственной защитой Вы можете Обязать прокуратуру Чтобы выдали маску Вы хотите Написать Не можете Обязать Просто Можете Подсказать Чтобы выдали маску Или вы тоже Отказываете Или вам важнее Просто снимать На телефончик Чем соблюдение Закон Я еще раз повторяю Я не отказываюсь Никто этого не запрещал Вы слышите Я не отказываюсь Одеть маску Просто Обяжите Предоставить Полицейский Вы слышите Обяжите Пожалуйста Сотрудник прокуратуры Представить маску Нам Вопрос На засыпку В неоднократном Несоблюдении Социальной дистанции До вашего Прибытия На На улице А как мы можем Сюда пройти Вообще Вы что Рассказываете Неоднократно Вы мерили Дистанцию Замеряли Камера Зафиксирована Поэтому Сотрудник Полиции Представит Да 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 И принять Законное решение Да Да Точно Товарищ полицей Вы можете Рассказать Чтобы нам маску Представили 417 Постановление Правительства Выполнено Или тоже Не будете Отказываться Можете Подсказать Чтобы маски Представили Или не будет Что разбираться В чем Во всем И удостоверение Покажите Пожалуйста Да Удостоверение Покажите А то чуть Непонятно Полицейский Или нет Командует Он что Командует Всем По всей Полиции Что Я вам Представил С этого Мало Ну не знаю Может Мало Может немного Может Много Может мало Непонятно На кого Поставлять Потом Поставляйте Ваши прав Так Так Разрешите Меня тоже Подождите Ничего не вижу Вы как-то Вертите Да дайте Почитать До полного Закон До полного Закон В общем На каком основании Кто запрещает Меня снимать Этот документ Удостоверение А где написано Что документ Нельзя снимать В каком законе В чем удостоверение Государство выдавало Конечно Вы знаете закон Дайте пожалуйста Зафиксировать Мне же надо С юристом Потом посоветовать Вы камеру уберите Я вам покажу Да кто Камеру уберите Вы будете самопростом Заниматься Я не занимаюсь Камеру уберите Я вам покажу Предоставлю Покажите пожалуйста Отказали Отказали Камеру уберите Я не отказываюсь Если вы уберете Камеру Не надо А что это условие Что ли Где в законе написано Что если Я представлю Я вам покажу Если вы уберете Камеру Удостоверение Вы отказались доставили ерунда какая-то вы гаид можете вызвать не или гаи не будете вызывать это неважно пусть нарушение вы же вызывали ну да а вы не сможете вы не сможешь дополнительно вызвать или отказываться я ничего не могу понять я съеду сотрудник будет разбираться непонятно ничего так ладно вторым рядом пока ставит машины никого это не интересует интересует только съемка и больше ничего вот таким образом здравствуйте здрасте ничего абсолютно полицию по номер 80 фамилия мэй ларинс от меня ли все сергей ларинцев ларин ларин лапин алексей сергеев лапин ларин ларин спасибо новую через маску ничего не слышно 0031 95 ага спасибо смотрите вот здесь нарушение правил дорождвижения массовый нужны инспекторы дпс не никак не приезжает инспекторы сюда не знаем что делать вот обращение направляем бездействие вот направляли до знак вот видите стоят зоне действия знака 1 вот там 2 стоят сон действия знака инспекторов нету звание только приезжает участковый зачем-то уже третий кстати уже треть участковый приезжает а дтпс нет они внутри сейчас были я сейчас заходился никуда пока не звонил ну да обращение подавали просто снимали меня снимал я на ему уже час прошу позвоните ну или полчаса а он не звонит усилен не хочет противодействует на ведение порядку почему-то да не должен но чё-то пытается как вот прошу и позвоните можно я там какой-то командир есть просто он указание раздает постоянно элемент какой-то пиджаке непонятно всем раздает указать